Сегодняшняя гостья программы «Правда-24» родилась в Киеве, которая принято называть «матерью городов русских». Это было ещё в Советском Союзе, когда Киев был столицей одной из союзных республик Советского Союза. Потом моя сегодняшняя гостья переехала в столицу Советского Союза. А сегодня мы будем говорить про её возвращение в Чикаго. Анастасия Стоцкая, здравствуйте. Здравствуйте. Чикаго не как город, а как мюзикл. Я думаю, что уже все догадались. Ну да. Значит, я правильно понимаю расклад. Вы были в Чикаго. Вы были звездой мюзикла, исполняли там главную роль. Потом вы, как это принято говорить, ушли из проекта. Сейчас вы в проект возвращаетесь. Вы снова в Чикаго. Ну, я была, как вы сказали, звездой. Это был там... Это был проект, который был под патронажем Филиппа Киркорова, Алла Борисовна Пугачёвой. Это был мой самый первый в жизни такой мощный, серьёзный проект, в который я попала совершенно случайно. И я даже, когда меня позвали на кастинг, я ещё не понимала, что это такое, что это за музыка, что это за Чикаго, Филипп, Алла Борисовна, Кристина Арбакайте. Это где там, и там вот меня ждут. Эту Настю Стоцкую, 19-летнюю девочку, которая ещё учится в театральном институте. Конечно, я совершенно не понимала вообще масштаб происходящего на тот момент. И 8 месяцев мы отыграли этот спектакль. И вот проходит 11 лет, снова кастинги, снова меня на них приглашают, потому что за бродвейскими обстановками всё не так просто. Если ты уже... Тогда я ещё не была известным человеком, сейчас я уже известный человек. И для американцев это не имеет никакого значения. Ты всё равно должен пройти кастинг на общих основаниях. Вот. И меня утвердили на обе роли, и на Рокси, и на Велму. Но так как Велма для меня это святое, это Лика Рула, то есть я даже... Ну, в качестве эксперимента я могу, могла бы попробовать эту роль. То есть я сразу вас перебью. А Макеева для вас не святое стало быть, которая исполняла роль Рокси. Нет, но Макеева это человек, которого тоже утвердили на роль Рокси Харт. Это две разные роли. Но условия были таковы на тот момент, что актриса должна была играть все спектакли. Единственная роль, которая не должна была иметь кавера, так скажем, ну, один-два спектакля максимум в месяц. А так восемь месяцев подряд надо было играть тридцать с лишним спектаклей. Долго велись переговоры, и как бы я ни хотела, как бы я ни рыдала в подушку, мне пришлось отказаться. Потому что бросить все, и свои съемки, намеченные в кино, там, в каких-то новогодних проектах музыкальных, гастроли, ну, это было невозможно. Есть коллектив, который нужно кормить. А Настя Макеева дала такие сроки. И, в общем, тем самым, в общем-то, у меня не было возможности. Сейчас я понимаю, что у Макеевой будет время сниматься в фильмах и в разных сериалах, потому что... Макеев, нет, Настя, мы разговаривали с ней, просто обеседовали. Когда вы разговаривали? До того, как... на этапе кастингов. И мы созванивались, я говорила, что вот, они предлагают это, это. Она говорит, а я могу, я как бы уже наснималась, я устала, я могу себе посвятить полностью этому музыку. Я говорю, ну, хорошо, здорово, замечательно. А я, скорее всего, не смогу, поэтому, наверное, я и не буду играть. Хотя мне, конечно, очень хотелось. Ну, и на тот момент так получилось, что играла Настя, играла Лика и так далее. Там все эти артисты, которые были утверждены. Прошло время какое-то некое, и я пришла на премьеру уже Филиппа в этом мюзикле. На тот момент Настя уже ушла. В общем, так сложились обстоятельства, что меня позвали, я, естественно, согласилась с удовольствием. Буквально за неделю я ввелась. И вот 17-го числа можно будет перейти на золотой состав мюзикла «Чикаго». Для меня это вообще, это что-то до мурашек, потому что с этого все началось, с этого началась вообще сказочная жизнь. И с этого момента я узнала много и прекрасного, и ужасного, и какое-то изразление произошло с мюзикла «Чикаго». Это такая отправная точка для меня. И то, что есть возможность воссоединиться и с Филиппом, и с Ликой, это невозможно описать словами. Вот эти ощущения, которые я испытываю на репетициях, когда я выхожу, и когда рядом эти партнеры. И, конечно, эта роль, она абсолютно, мне кажется, я ее чувствую. И вообще, в принципе, жанр мюзикла – это в идеале мой жанр. К сожалению, я не родилась в Америке, на Бродвее, и я пытаюсь, естественно, восполнить это тем, что я играю и в театре, в каких-то антрепризах, и я пою песни. Я все равно стараюсь как-то песню подать актерски, насколько я это могу, насколько я это умею. И я не разделяю. Я певица, меня часто спрашивают, а что для вас ближе или как… Что у меня лучше получается, это решать вот вам, зрители, я не знаю, критики, журналисты. А люблю я одинаково все. Я люблю петь, я люблю танцевать, я люблю играть. И я любила все это делать с детства. И больше я делать ничего не умею, и я это делаю изо всех сил, и стараюсь, не знаю, мне кажется, что… Я стараюсь дарить людям праздник, хорошее настроение. Ну, как и все любые другие артисты, я думаю. Хорошо. Вот вы сказали, что для вас это вот такой момент, как бы возвращения в золотой состав. А сразу возникает вопрос, у вас супруг не ревнует, что вы снова будете как-то общаться с Филиппом Киркоровым достаточно… Ой, вы знаете, Филипп Киркоров, это, пожалуй, единственный человек, которому он не ревнует. Он достаточно у меня горячий, ревнивый. Я сама этого хотела, чтобы вот рядом был со мной именно такой человек. Так. И… но к Филиппу нет, потому что, знаете, Филипп, это же было такое чувство неоднозначное, это не была любовь, как к мужчине. Это было… Это было увлечение, я так понимаю, все-таки. Это было… Это было… Нет, слово влюбленность вы точно употребляли в своей интервью. Да, я была влюблена, но это не было… Понимаете, не каждый психолог, наверное, сможет разобраться в том, каково это чувство. Это какое-то смешение учителя, наставника, где-то чуть-чуть отца, чуть-чуть брата, человека, который в тебя поверил, который сказал, что ты будешь звездой. Ты… ты просто… Будешь женой, сказала. Причем много чего говорил, да, и не выполнил, между прочим, я, конечно, очень обиделась на тот момент. Вы стали звездой, так что я считаю, что как-то… Слушайте, ну звезда, сейчас у нас все звезды, звезда для меня – это, ну, это… Нет, ну вы… я понимаю, что… Я просто известный человек. Что принято скромничать, но вы на самом деле звезда. Нет, нет, я помню вас еще в Театре Луны Руденштейн зазвал. Да, как раз на спектакле, где мы участвовали с Марком Руденштейном, Филипп меня увидел. Да, и вот он говорил, там такая есть рыжая, такая рыжая. Ты просто вот это с ума сойти. И просто вот заставил нас с супругой прийти, мы увидели вас, и сразу было понятно, что вы звезда. Правда, спасибо. Хотя, хотя, спасибо папе с мамой, которая вас сделала, как я обычно в таких случаях говорю. Это… это, наверное, что-то свыше, это судьба. Я никогда, знаете, я не лукавя скажу, что я… Я хотела заниматься этой профессией, но я не мечтала о популярности, я не мечтала, как моя героиня Рокси говорит, я всю жизнь мечтала увидеть свое имя в газетах. Я никогда об этом не мечтала, клянусь вам. То есть я абсолютно честно это говорю. Я не мечтала о том, чтобы меня узнавали или брали автографы. Мне просто нравилось вот то, чем я занимаюсь, и все. И, конечно, я была совершенно к этому не готова, но это судьба, значит, так должно было быть. Это случилось. Вы ведь не человек, который испытывает дискомфорт, читая что-то там в бульварной прессе. Вы, по-моему, очень спокойно к этому относитесь. Ну, я очень спокойна сейчас. Раньше я была неспокойна абсолютно к этому относилась, когда мне было там 19-20 лет. Я была совершенно… ну, я биологически, мне кажется, была еще моложе. Я как бы… я не была готова. Я была очень… То есть вы были инфантильная, вы считаете? Очень доверчивая, очень открытая, очень честная, нехитрая, прямолинейная. Ну, наверное, как и все молодые девочки и мальчики. Нет, не все. Ну, понимаете, это, наверное, еще от того, что я никогда мне не нужно было бороться за место под солнцем. Я родилась в полной семье, меня всегда очень любили. Мама с папой всегда говорили, что ты самая красивая, ты самая талантливая, ты наша звездочка. Я говорила, блин, ну я у вас всегда самая лучшая, вы можете меня поругать? То есть мне вот… мне хотелось, чтобы они, наоборот, меня вот как бы поругали. А с братом как складывалось у вас? С братом, ну, по-разному, в разные этапы тоже взросления. У вас ведь с братом, насколько я понимаю, отцы разные. Отцы разные, да. Ну, мой, так скажем, наш папа воспитывает его с пяти лет, и для него папа – это один папа. Ну, как, наверное, была какая-то ревность, я так думаю, я не знаю. То есть никто никогда об этом не говорил, но я думаю, что наверняка она присутствовала, потому что есть знаменитая история, когда там он повесил меня в шкаф, в сумку спрятал, когда к нему пришли его друзья, ему было стыдно, что ему приходится сидеть с маленькой сестрой, а мне там было, ну, грубо говоря, я не знаю, сколько, год с лишним, и к нему пришли друзья какие-то, может быть, это байка, но, в принципе, я верю. И он повесил меня в шкаф, я сидела там тихонечко, пока они, значит, там играли, потом они ушли, он меня вытащил, и я послушно сидела. Вообще, я, в принципе, в жизни довольно-таки такой спокойный, тихий человек, и очень часто люди, которые со мной либо снимаются, либо участвуют в каких-то проектах, они говорят, «Стоцкая, ты такая спокойная, мы думали, ты сейчас будешь песни петь, ты будешь сейчас анекдоты рассказывать», вот. Ну, опять же, когда это близкие люди, я себя чувствую комфортно и расслабленно, когда это малознакомые персонажи. А кто у вас близкие люди? Это те, с кем я училась в театральном институте. Кто меня знает, так скажем, еще когда я просто была Настей, и никто меня не знал, ну и мои родители мои. А как вы для себя? Вот до какого периода вы для себя определяете, что вы были просто Настей, до какого года? Ну, мне кажется, все-таки до момента победы на Юрмале, потому что массовая такая известность пришла именно после того, как я заняла первое место. Тогда я действительно ощутила, что все, что-то поменялось. И куча звонков меня узнают в желтой прессе, мои фотографии. И все действительно изменилось. Что было самое обидное из того, что написали в желтой прессе, и что было неправдой? Я считаю, что всегда самое обидное – это правда, но вот из выдумок. Да, знаете, мне было не то, что обидно. Мне было неловко перед родителями, во-первых, за какие-то ситуации. Даже были нехорошие какие-то истории, которые соответствовали действительности предпологу. Но по неосторожности они оказались достоянием общественности. И мне было очень стыдно перед родителями. И, в общем, мне вообще было неловко, что вторглись в мое личное пространство. И я же не делаю это на виду у всех. Я это делаю у себя дома. Это про употребление каких-то веществ мы сейчас говорим? Ну, да. То есть вот этот момент для меня был очень такой, прям была трагедия. И потом вышло это все в день рождения моего папы. И, в общем, это больше было для родителей потрясение даже. Папа по-прежнему работает у вас? Папа работает, да. Он же медик, да? Хардиолог, реаниматолог, да. Он работает в Первой Градской. Гордиться дочерю? Ну, я надеюсь, что они гордятся мной, конечно. А вот вы приехали с всей семьей в 1994 году, да, в Москву, насколько я помню? Да. Вы приехали, потому что работа кого-то из родителей привела в Москву? Или вы приехали делать карьеру? То есть семья привезла дочь? Да, нет. Я вообще не карьеристка, никакую карьеру я делать не приехала. Могли родители. Вы знаете, очень много родителей делали. И мама у меня, да, нет, конечно, благодаря маме я пошла заниматься танцами, музыкой. Это она как бы сделала первый шаг. А не хочешь ли ты доченька? Я сказала, да, хочу. Дальше никто меня уже не заставлял, мне это просто нравилось. А переехали мы, потому что мой брат поступил, не поступил в театральный институт. Он вообще три года поступал, и поступил только с третьего раза. Его гнали в шею, говорили, что мальчик, куда вы вообще идете, по вам плачут заводы. То есть вообще вот в этом смысле у меня достаточно все легко давалось, как бы, да, как кажется на самом, ну, с первого взгляда. Мне потом все равно пришлось за многие вещи платить. Но у него наоборот все, ему было все очень сложно. Он думал, что он сейчас приедет и, значит, ногой откроет дверь, его все возьмут, а его никто не брал. И, в общем, он поступил, не поступил ни в один театральный институт. И он решил остаться в Москве, пойти на курсы, где-то работать, готовиться для того, чтобы поступать на следующий курс. И семья решил просто с ним воссоединиться. Мама переехала поддержать брата, папа долго не хотел. И оставил меня с собой рядышком, думая, что все-таки, в общем, ну, такой немножко такой был момент манипуляции. Полгода я жила. То есть он рассчитывал, что все-таки супруга, что ваша мама вернется. Ну, что-то все-таки мы все вернемся, потому что в определенном возрасте тяжело так менять место жительства. Ну, потому что надо было работу ведь найти. Это тяжелое время было, 90 лет. Да, довольно-таки тяжелое, да. Было очень тяжело. Я помню, как папа приносил шоколадку Сникерс, я ее так делила на маленькие тоненькие полосочки, кушала по одной. Ну, правда, то есть, ну, было тяжело очень. Мама не работала, папа зарабатывал в то время совсем очень мало. Это уже когда в Москве мы были. И, в общем, в итоге папа не смог без мамы, мама не смогла без меня, не смогла без мамы. В общем, все мы переехали в Москву. Вот. Жили несколько лет в мытищах, я ходила в обычную школу, жили около станции. Вот. И ездила я в хореографическую школу при Театре Луны как раз. А как вы проханул попали? А мама нашла объявление. Я вообще мечтала попасть в ансамбль Моисеева, в ансамбль Пятницкого. Но так получилось, что мы приехали в тот момент, когда наборы все были закрыты, а там все очень в этом смысле строго. И тогда мы стали искать какие-то другие. Потому что я с детства занимаюсь танцами. Я занималась в Киеве в ансамбле Кияночка. Кияночка это что значит? Это значит Киев, ну, как бы Киевляночка. А, понятно. Вот. С пяти лет, да, вы занимались? Да, с пяти сначала был Барвиночек, и с Барвиночкой я перешла в Кияночку. И там уже я занималась вот четыре года, получается. Даже больше. И мы переехали, и надо было продолжать. В общем, везде наборы были закрыты. И мама нашла объявление, идет набор в студию при Театре Луны. Фактически вас привела мама. Да, меня взяли. Да, и именно в Театре Луны вас увидел Филипп Киркоров. Пригласил в мюзик. Ну, мне было тогда 12 лет, когда я начала танцевать в этом театре. Я танцевала сначала. Сначала у нас была постановка, называлась «Фанта инфанта». В ней играл Женя Стычкин, Чулпан Хаматова. А мы с девочками, которые занимались в хореографической студии, мы, значит, танцевали. Мы изображали гусаров, фей, цыганок. То есть это кардебалет был? Человек звезд. Ну, такой кардебалет, да. Ну, такой театральный. Все это так... Ну, интересный. Хороший был очень спектакль. Детский такой, без слов. Мы объездили, кстати, очень много городов. И я первый раз тогда ездила за границу. В Египет я поехала. И в Голландию два раза мы ездили. Это был для меня просто... Странный выбор такой. Ну, это... Египет и Голландия. Да, Сергей Борисович Проханов ездил на всякие всевозможные фестивали, какие-то детских театров и так далее. Я просто люблю эту профессию. Я больше делать ничего не могу. Хотя, мне кажется, я бы, наверное, могла быть неплохим врачом, если бы я не боялась, там, крови и всего такого. Как кардиологом, как папа? Вообще каким-то врачом, потому что мне вот, мне как-то... Ну, я, например, знаю, когда какие-то, там, начальные стадии каких-то болезней, чем можно лечить, да, уже как дочка врача. И я всегда с удовольствием, там, своим друзьям что-то советую. То есть мне нравится, когда я облегчаю боль, там, другого человека. Ну, вот когда вот сынишка хворает, вы врача вызываете или вы сами терапию организуете? Да, у нас папа вообще всю жизнь лечит нас всех папа. Ваш папа, а не папа вашего ребенка. Да, мой папа крайне редко, когда это касается дела какой-то узкой специальности, мы ходим к врачам. В основном сразу звонок папе, он у нас в любое время готов помочь. Скорая помощь. Вот, к слову криминал, я хочу вернуться. Я знаю, был такой эпизод в вашей биографии, когда вы достаточно легкомысленно отнеслись к ряду своих обязательств, и вашего тогдашнего спутника, ну, вашего партнера и суженного, там, бандиты, в общем, так прессовали. Потому что сказали, вот, типа, поучи свою жену, как бы, отвечать за базар. Да, это просто. Я так понимаю, что заказчиком был Киркоров, а мне просто интересует, как это в шоу-бизнесе происходит. Вот кто непосредственно говорит? Слушайте, знаете, я вот сейчас думаю, что если бы я взяла какую-то артистку, которая посвятила столько времени, столько сил, или артиста, и который бы таким образом себя повел, я думаю, что на меня никакие слова не действовали. Я бы сделала точно так же. Да, меня просто интересует, вот, как это происходит в шоу-бизнесе. Ну, то есть, вот, кто непосредственно, вот, сценарий, вот, вот, это зарабатывает. Или просто говорит, ну, надо там поучить человека, и дальше все происходит автоматически. Надо было Филиппа спросить, когда у вас так было. Мы никогда не спрашивали его. Ну, как, были определенные люди, которые частично вкладывались в меня. Ну, да. И я думаю, что был звонок определенный им, чтобы они приняли какие-то меры, и, в общем, мои мозги поставили на место. Ну, кстати, я считаю, что Киркоров, в свою очередь, должен быть вам очень признателен, на самом деле, потому что вы в известной степени изменили вообще ландшафт представления о нашем шоу-бизнесе, совершенно реабилитировав Филиппа, рассказывая о том, как вы там в подъезде целый час с ним целовались, или прочее, учитывая, что, вы знаете, как Жигурда утверждает, что Лазарев, Басков, Билан и Киркоров, в общем, не склонны целоваться в подъездах с девушками. Я думаю, что, на самом деле, Филипп вам должен быть в этом смысле. Ну, это же правда, это же не выдумка, это правда. Никто не занимается, мы как раз к разговору о правде, мы играем в правду у нас в конце. Я смотрела, я думала, может быть, это подарки. Значит, это вопрос. Подарком будет вот книжка, 24 кадра. Какая прелесть. Все беседы, вот, и наша с вами эта беседа войдет в очередную книжку. Ой, спасибо. Из этой серии книжку я вам подарю обязательно, после того, как мы сыграем правду. Здесь три вопроса будет. Здесь четыре фишки разных цветов. Вы выбираете фишку, и потом такого же цвета выбираете карточку. На карточке написаны вопросы. Вопрос зачитываете, и на него отвечаете или не отвечаете. Отлично. Хорошо. Я слепую выбираю, да? Да. Четыре, там, по-моему, три. Раз, два, три. А где четвертый? А, вот. Вам достаточно одной пока. Вот. Желтый. Вы выбираете любую желтую. Любую. Боже мой. Неловкий вопрос. Вам случалось засыпать на спектакле в кино? Да, вы знаете... Нет, подождите, сейчас я вспомню. А, вру. Нет, на самом деле, один раз я чуть не заснула на спектакле «Фантом оф де опера», правда, это было уже третье мое посещение на Бродвее. Да, но это было третий раз. Как на Бродвее вы... Ну, это было третий раз, мне простительно. Ага. И один раз, правда, не я спала, но спал Филипп на спектакле «Аида» в Германии. Вот я открою такой страшный секрет. Он очень громко храпел, я так периодически его «Филипп!» Он так просыпался, потом снова засыпал. Было смешно очень. Уверен, что на вашем Чикаго никто спать не будет. Я надеюсь. Может быть, вы все-таки придете на наш Чикаго? Такое больше не повторяю. Опять желтое? Да. Или там только желтое? Нет, я сейчас вам продемонстрирую полный ассортимент. Видите? А, вот оно как. Ну, давайте сюда. Третий раз желтое не будет, мы не отложим. Неловкие. А тут только неловкие. Желтые неловкие, да. А, притворялись ли вы спящим, чтобы не уступать местом в транспорте? Нет, никогда. Я всегда уступала местом женщинам с ребенком или старушкам. Я помню, даже я ездила в институт, в метро, когда училась в театральном институте. Мне там было 18 лет. Я спала стоя. Вот это я помню. Когда реально ты не высыпаешься до такой степени, что спишь стоя. Никто мне места не уступал. Последняя. Так, сейчас. Тынс. Синенькая. Синенькая – это на подумать. Так. Кого из родителей вы любите больше, маму или папу? Это такое, как в детстве, да, задавали вопрос? Всегда кого-нибудь больше. Вот, кстати, действительно, кого-то. В детстве, знаете, нет, я не говорила, еще такой вопрос был, кто у тебя добрый, мама или папа? Мне казалось, что папа, но я опять же понимаю, почему, потому что он постоянно работал, его не было, естественно, он приходил, он баловал, целовал и все. А мама, она и ругала, она воспитывала. То есть основная часть испытания была на ней, мне казалось, что мама более, как бы, типа, злая. Ну, это невозможно, как можно любить кого-то больше. Для меня это люди, которые дали мне жизнь, это люди, которые посвятились, ну, конечно же, в основном мама, которая посвятила себя мне. И, не знаю, я их очень люблю, я хочу, чтобы они были здоровы, самое главное, и чтобы я их радовала, и мой сын их очень радует, они его безумно любят. У меня прекрасные родители, я ими горжусь, они очень молодые, они очень красивые, они очень умные, у них прекрасное чувство юмора. Они молодые и молодо выглядят, и они молодые духом, они оптимисты оба, не знаю, у меня самые лучшие родители. Моя сегодняшняя гостья молодая, красивая, у нее есть чувство юмора, она оптимист, ее все любят. Как я уже и обещал, я дарю вам эту книжку, будет книжка обязательно с нашей беседой, я приду обязательно теперь уже на Чехагову. Приходите, я ловлю вас на слово. Посмотрю, какая такая Рокси. Обязательно. Рыжая Рокси, это странно. Спасибо вам. Спасибо.